Здравствуйте, глубоко уважаемые любители летных видов спорта! Посмотрите, какой у нас экспонат Штемме на зимнем хранении. Как хранится Штемме? Я вам хотел всегда показать, как же он устроен вот внутри, там где крыло. Вот как он устроен, вот этот пир инженерного искусства. Вот это хитрая, над двигателем, вот он редуктор, двигатель ниже, вот редуктор, дальше вот пошла муфта и пошел кардан, который вперед по туннелю, вот по этому туннелю идет, 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 идет к редуктору, который здесь, и вот у вас, пожалуйста, вот он винт. Вот такая вот космическая красота. Крыло со Штемме, как вы видите, снято. Двигатель я и в прошлом ролике вам много показывал. Как реализована идея интегрировать качественный авиационный двигатель непосредственно в планер? Как вы видите, прям в раму, сварная рама, и в нее аккуратно вставлен двигатель, в данном случае это Rotex 914, а изначально ставились двигатели Limbach 2400L. Двигатель Limbach слабоват для планера весом взлетным 850 килограмм, все-таки маловато было ему параметров для взлета и так далее. То есть он взлетает, но вот с Rotex 914 машинка бегает значительно веселее. Встроить двигатель это еще, как это, полбеды. Двигатель поместился, аккуратненько вписался, к нему, конечно, доступ, как вы видите, такой, ну дай мне одну камеру. Как вы видите, доступ ко всем агребатам этого двигателя такой весьма веселенький, да? Вот Клаус, как он здесь. Я вот сейчас покажу вам, как Клаус ремонтирует свой планер. Ой, ай-яй, ай-яй. Вот так вот полезешь. Вот видите, глубоко уважаемые любители ледных видов спорта, как страдать приходится. И вот я сейчас, как настоящий боевой механик, имею возможность дотянуться до того болтика, до сего болтика, понюхать систему выхлопа. Масло тут есть, сейчас на меня еще капнет. И вот так вот все это выглядит. В принципе, я не скажу, что прям совсем уж катастрофа, что-нибудь открутить здесь, но понятно, что, как и любое компромиссное решение, оно компромиссное, это не так. Шикарно, как в любом самолете, ты там раз подошел к капоту, открыл этот капот и к любой гаечке подлез. Здесь, конечно, как говорил мой капайлот Матуза, который делал кулинилингус в принцессе. Наш планер зовут Принцесса, он менял ей свечи. И выглядело это вот. Нет, а такое на наставлять нельзя. Ну, вот вид сверху, можно еще немножечко посмотреть. Конечно, вот это все пир инженерного искусства. Посмотрите, как изящно все элементы сделаны, как все вот четко по авиационному. То есть смотришь на эту штуку и радуешься за то, как конструктор, собственно, Штемми это все придумал. Хвост, место крепления стабилизатора, как выглядит. И сейчас мы посмотрим, как выглядит крыло. Я, когда делал ролик, честно говоря, не знал, что, простите, крыло цельное. То есть это все, вот эта вот длинная штуковина, это все одна огромная часть. Вот от начала до конца. И вы представляете, да, сколько эта штука весит? Весит она очень много. Чтобы ее нужно поднять, чтобы собрать планер, нужно поднять вот это вот крыло. Говорят, что 6 человек для этого нужно. И дальше это крыло водружается на непосредственно эту часть. Ну и дальше вот точки стыковочные еще. Раз, два. Тяги управления все подсоединяются. И дальше можно сказать, что Штемми почти собран. Чтобы собрать его до конца, нужно поставить концевые части крыла. Знаете, как вот такая концевая часть, она, извините, как крыло от большого планера. Не знаю, вот у меня, наверное, такое крыло, как вот эта концевая часть. Могут складываться вот эти длинные части. Он занимает место в кангале ровно столько, сколько... Собирать, конечно, разбирать эту штуку еще-то удовольствие. Ну, с другой стороны, наверное, зато, что, собрал ее, вот она и летает. Хочешь куда-нибудь переехать, так ты перелетаешь и не переезжаешь. Потому что, вот, пожалуйста, завел ротокс, жужжит, высунул винт, крутится и лети куда хочешь. Вот у тебя на самом деле самолет. То есть это великолепный гибрид самолета и планера. Ох, красавчик, взлетел. Ну, конечно, набирает тяжело. Чувствуется попутная составляющая. Еще и сейчас за горой его вот начнет плющить вниз. Потому что попутный ветер догонит. Ну, нормально, ушли немножко ниже, справятся. И пошли курсом на Пиренеи в Испанию. Завтра этот планер даст вселенная, вернется назад, ой, вернется, улетит в Словению. Потом назад домой вернется. Кстати, вот крышка как раз над крылом моторного отсека. Вот видите, тоже солнечные панели есть. Так что планер способен заряжать свои аккумуляторы для приборов полностью самостоятельно. Какие планы на вот этот Штемме? Что с ним будет? Мы на нем отсюда, из Вильнюса, скорее всего, полетим во Францию. Будем делать путешествия. Приземляться на разных аэродромах. Смотреть за красоты. Я вам сейчас приоткрою еще одну завесу тайны. Мы, возможно, сейчас поедем на завод, где сам конструктор Штемме, он уже такой достаточно в солидном возрасте мужчина, с командой затеял новый проект. Отдельно фирма уже другая, но конструктор Штемме. И они делают на базе этого же Штемме, такого же, но чуть-чуть другого. То есть это схема, идея примерно та же. Но что будет? Вот здесь будет стоять электромотор. Здесь минус какой у этого планера, у этого винта? То, что не очень большой рабочий диаметр лопасти. Вы прекрасно видите, какая часть винта работает. Небольшая. Один из недостатков Штемме в том, что мощность двигателя Rotex расходуется на привод не очень эффективного винта. То есть мощности много, а снять эту мощность, вот этот винт, конечно, он ее снимает, тягу он дает и так далее и тому подобное. Но относительно мощности движка все-таки не так столько-столько хотелось бы. Ну и тем более, что изначально здесь был, по-моему, Лимбах какой-то моторчик раньше. У нас на первых Штемме там Лимбах, он 88 лошадиных сил или 90, такой более-менее слабенький. И, конечно, с Лимбахом Штемме взлетать значительно дольше, значительно печальный. Так вот, идея в том, чтобы поставить сюда электромотор и трехлопастный винт. Электромотор мощностью 88 лошадиных сил, 65 киловатт, но это реальная мощность. Это не то, что теоретически есть в Rotex. Rotex, Rotex, Tome, Kek, Rotex, Ega, Shem, Tosket, Rotex 914, он дает 114 лошадиных сил. Дальше идет кардан, муфта, кардан. Соответственно, когда кардан вращается, неизбежно есть какие-то потери. Дальше идет опять редуктор, на котором тоже идут неизбежно какие-то потери. И мы сколько-то реальных лошадиных сил имеем на винте. Электродвигатель, если на нем написано 88 лошадиных сил или там 65 киловатт, то на самом деле он именно то это все отдает. Ну и плюс какой, что в принципе электродвигатели кратковременно могут выдерживать некоторую перегрузочную способность, она у них повыше будет. И на взлете пишут, по крайней мере, в характеристиках, что возможно будет 3 метра в секунду. Если будет 3 метра в секунду, то прекрасно, то что на моем HG32 сейчас я имею после взлета 2,5 метра в секунду, это прям если мне везет, а реально метра два. Вы скажете, ну так е-мое, если вы электромотор поставите, сколько же там надо батарей, чтобы это все работало и насколько вообще этого всего хватит? Ведь это же все-таки самолет, гибрид планера и самолета, который может летать далеко. На ваш коварный вопрос есть отличный ответ. Друзья, это будет гибридный планер. У вот этого и новой версии будет двигатель, генератор сзади. То есть там, где сейчас, вот видите, стоит вот этот вот Rotex, будет стоять маленький-маленький генератор. Как у меня, например, сейчас на BMW i3 какое-то количество коммераторов, которые нужно, ну фактически, чтобы планер только взлетел. И генератор. Генератор этот будет работать в процессе, наверное, взлета планера и помогать на взлете. И опять же он будет работать, когда планер летит в круизном режиме. То есть когда планер не на взлете, энергии нужно значительно меньше. И в этом это и прелесть, что как некий компромисс, что не нужен очень мощный двигатель. То есть нужно на взлете много энергии. Эту энергию, легкий электромотор, он весит всего лишь 20 килограммов. Вот эту энергию можно с батареи взять кратковременно на вот это время взлета, сколько нужно, и будет опять же генератор работать. А когда уже идет круизный полет, ну или там медленный набор высоты, работает только генератор. То есть он подкачивает эту энергию. Соответственно, можно набирать высоту. Потом этот генератор может дозарядить батарею для того, чтобы если вам понадобится набрать быстро много высоты, там раз, там что-то перелететь. Вы опять чпок, врубаете, у вас доступна вот эта полная кратковременная мощность. Ну, сколько это временное, сколько тянет батарея. Я еще характеристики этих не изучал, но идея сама по себе красивая. Красивая она тем, что время для запуска электромотора, оно вот там буквально потянуло вот эту ручку, надо быть, что-нибудь в этом же роде, ручку выдвинул кокпит, вот эта штучка отодвинулась, нажал на кнопку, все, у тебя сразу полная мощность доступна. А на бензиновом двигателе все-таки вы должны запустить двигатель, какое-то время он должен прогреться, Rotex. Тот же его нельзя, пока он до 40 градусов не прогрелся. Ну, то есть вот есть вот эти нюансы. И опять же момент, что вот когда Клаус летал высоко над Эверестом, там двигатель все время работал, потому что в противном случае замерзает масло. И у Клауса был случай, когда движок запустился, но было низкое давление масла, что масло настолько замерзло, что не прокачивалось, и двигатель в масляном голодании работал. Клаус не знал, сколько он протянет, он его заглушил и полетел приземляться, как планер на выжженную посадку, причем не на базовый аэродром в Похоре, а в Катманду. То есть вот чем преимущество планера, что он просто с этой высоты Эвереста. Спокойно допланировал, пропустил несколько бортов на посадку, нашел там склончик, у него диспетчер говорит, а вы можете вот там сейчас несколько таких серьезных садится бортов, вы кто, говорит, я планер, а вы можете полетать немножечко еще? Он говорит, да конечно могу, сколько надо. И он на этой горочке полетал, полетал, то он диспетчер говорит, приземляйтесь, Клаус, и Клаус раз, приземлился. Вот, так что необходимость крутить на большой высоте роток, чтобы он не замерз, ну это уже не планер получается, самолет. И в данном случае электромотор некоторым образом решает проблему. А вот генератор крутить уже, наверное, ну, попроще, то есть можно же его крутить просто на малой мощности, не крутится винт, винт убранный, генератор запустили, то есть периодически его прогреваем, то есть высотные полеты будут намного интересней. Значит, поместится ли сюда батарея, я уже видел проект, и батареи сюда поместятся. Вот здесь место и для батарей, и для этого генератора. Генератор такой есть у меня, например, похожий. То есть вот эта концепция, почему она мне близко, у меня BMW i3 автомобильчик, я когда его покупал, мне все говорили, Волков, да ты что, дурак, ты куда-то на этом электромобиле сможешь поехать. Я говорю, да куда угодно. Я могу ехать куда угодно, потому что помимо батареи на 150 километров у меня есть волшебный чемоданчик там смонтирован, это от скутера, по-моему, 50 лошадиных сил. Кстати, вот такой же, как Benos на лебедке использовал для легких планиров. И вот такой моторчик крутит генератор, и этот генератор дает энергию. То есть если вдруг у меня в автомобиле села основная батарея, запускается вот этот range exchanger, называется, и жужжит, спокойненько увеличивая дальность движения моего. Я могу на 9 литрах проехать еще 150 километров. Если что, я взял, заехал на заправочку, залил еще 9 литров, и могу дальше, дальше, дальше ехать. Это перестает быть уже электромобильным в чистом смысле этого слова, потому что оно едет на бензине. Но это позволяет вот решить вопросы, когда мне нужно действительно куда-то далеко поехать. Сколько раз таких было у меня? Четыре года владения автомобилем, я раз шесть ездил на нем далеко, когда нужно было действительно заправляться. А так обычно эти 150 километров мне вот так хватает, и я радуюсь тем, что у меня электромобиль. А теперь я очень надеюсь, что у меня еще будет электропланер. Возможно. Так что, друзья, вот такая интересная информация. Забыл сказать, сколько же сможет пролететь этот планер в таком гибридном варианте. Расчет такой, что 1100 километров будет. Дальность заявлена. В крыле будут баки под топливо и баки еще под воду. То есть планер можно будет утяжелить, чтобы он быстрее летал. На оригинальном штемме воды нету. На новой вот этой версии она будет. Зачем вам нужна вода в планере? Да чтобы быстрее лететь. Например, если захочется погонять в Африке, то можно дунуть, аж дым пойдет. Так выглядит уже установлены вот эти все элементы сверху. Аккуратненько все. Спит в штемме. Ждет весны, когда мы на нем попробуем полететь куда-нибудь во Францию из Литвы. Красавчик. В теплом-теплом ангаре. Мне очень нравится, когда люди так бережно относятся к летательным аппаратам и с такой любовью находят им домики строить. Вдохновленные друзьями я тоже планирую сейчас построить у себя на участке такой домик для хранения планиров. Хотя бы, чтобы можно было в прицепах и ставить в теплое помещение. Они там уютненько, тепленько зимовали. У нас в планах завтра-послезавтра захистить на фабрику, посмотреть на вот этот электрический штемме. И куда глядишь, может, у меня появится новая мечта. И годика через 3-4-5 канал Мечта Летать будет делать съемки с самого современного планера на планете Земля. Так что можете желать удачи и так далее и тому подобное. До новых позитивных встреч. А я вам скажу так, что мечтаете. Я буквально вчера думал, о чем бы таком помечтать. И вот заехал к гости хорошему другу. Он так говорит, Волков, а ты знаешь? Я говорю, как, что? Говорит, а вот так. И все. Игги-гги. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok